Я предлагаю продолжить. Я представляю следующего спикера, Женю. Давайте его дружно поприветствуем все. Я думаю, я сразу передам ему слово, он сам о себе немножко расскажет и, в принципе, продолжит с докладом. Всем привет. Я Женя Прокопчик, и сегодня я расскажу на базе своего опыта, как строить фронтенд-приложение так, чтобы оно пореже ломалось, хорошо скейлилось и требовало минимум усилий от разработчиков. Я сеньор фронтенд-девопер, опенсорслит в EpicMax и старичок в Vue.js. То есть у меня три года опыта, это, наверное, почти максимум, что на Vue.js в принципе может быть. И чем я занимался раньше релевантным к теме обсуждения, это B2B-система Treziri, там я был фронтенд-лидом, наша админка и несколько опенсорс-библиотек, Varaveli P-Tester и Vue.book. Пару слов про Treziri. Treziri – это крупная B2B-система, ну, доставь по компонентам, в районе 1400 компонентов, порядка 600 демок. И там была возможность поэкспериментировать с паттернами, механизмами Vue.js и многие вещи, о которых я сейчас буду рассказывать, они как раз идут оттуда. Вторая библиотечка Varaveli P-Tester. Бэкэндеры знакомы, наверное, с такой штукой, как Postman. И это как Postman, только который знает про ваши роуты в Varaveli. Ну, то есть программка позволяет тестировать API без кода. Пару слов про мою команду. У нас 11 место по звездам в рейтинге GitHub на Vue.js. Мы занимаемся аутсорсом и стартапами, то есть по специфике команды много мелких проектов. И у нас нет мерджеров. И, собственно, о чем я хочу поговорить. За свою работу я нашел много каких-то проблем, типичных проблем при построении приложения. И я бы хотел какие-то ключевые проблемы сегодня пройтись. То есть у нас не будет одна тема, у нас будет несколько тем, но они будут очень маленькие. И, соответственно, я расскажу про зависимости, то есть это фреймворки, библиотеки. Я расскажу про работу с данными. Это вот как раз то, что Валентин говорил, только в данном случае это будет про Vue.js, а не про React. Немножко про API расскажу. Расскажу, как делать дешевые тесты и эффективные. И чуть-чуть про стили. Начнем с зависимости. На тризере у нас не было каких-то готовых решений. То есть Vue.js был молодой и не было всех компонентов, которые нам были нужны. И мы приняли решение эти компоненты делать сами. То есть попытались написать свой фреймворк. Казалось, что эта задача очень простая. Ну, то есть что может проще там быть? Инпут обернуть, селектик какой-то, да? Ничего сложного. Займет пару дней, но тесты нам не нужны. И документация нам тоже не нужна. Потому что очевидно все. По факту немножко все похуже получается. Неделя на реализацию, причем это неделя на реализацию минимального какого-то рабочего варианта. О всех фичах речи не идет. Тестов нам оказалось нужно гораздо больше, чем предварительно ожидалось. И документация нам тоже оказалась нужна, как ни странно. И вот в связи с этим у меня вопрос. То есть, допустим, у вас есть в дизайне вот такой компонентик. Вы смотрите в проекте, и у вас нет такого компонентика. То есть откуда вы его возьмете? То есть как вы будете реагировать? Как вы поступите? Как получить этот компонент? Загуглите. Хорошо. Еще варианты? Что еще раз? Будет странно. Тоже неплохо. Но на мой взгляд, вариант только один. Это украсть чужое. Загуглить это под вариант. И я расскажу несколько вариантов, откуда красть чужое. Да, откуда. Здесь у нас есть две опции. Мы можем красть из фреймворка, мы можем красть из специализированной библиотеки. Я рекомендую красть из фреймворка. Почему? Потому что специализированные библиотеки часто используют разные механизмы. То есть вы можете использовать, например, три разных библиотеки, и они будут реализовывать дропдаун, каждая по-своему. И это создает определенные проблемы. В фреймворке часто логика реализована однотипно, и качество компонентов выше. И как красть чужое? Самый оптимальный вариант – это подвязаться на готовую библиотеку. То есть, и это очень желательный вариант. Если даже есть какие-то небольшие конфликты с бизнесом, то лучше все-таки настоять на первом варианте использовать готовую библиотеку, не изобретать свое. Если это все-таки не получается, прям никак, то тогда уже форкаем либу и делаем функционал, который нам нужен из нее. Это уже дороже в поддержке, потому что нам придется отслеживать все изменения. Ну, не так хорошо, но при этом еще не совсем плохо. И самый такой уже плохой вариант – это собрать свое из кусков чужого. Это требует высокого скилла. Это достаточно сложная и дорогая задача. То есть, что вы в этом случае делаете? Вы берете одну или несколько библиотек, смотрите, как реализовано там, и буквально по кусочкам собираете нужный вам функционал. Вы получаете минимальный компонент, но это довольно долгая процедура. И я бы хотел дать какие-то готовые решения, то есть, по фреймворкам. Поскольку я разбираюсь во Vue.js, я дам решение по Vue.js. У нас есть три каких-то интересных фрейма. Это Vue.js, Quasar и Vue.js, админка нашей команды. Начнем с Vue.js. Это самое мощное решение из приведенных. Куча компонентов, как бы все протестировано классно, большая команда, хорошая комьюнити. То есть, если у вас нету каких-то специфических требований, рекомендую Vue.js. У него есть еще большая фишка, что он модульный. То есть, вы можете не использовать фреймворк. Вы можете просто взять какие-то нужные вам компоненты, просто притянуть их независимо. Ну и, соответственно, это будет маленькое по размеру. Следующий вариант – это Quasar. У него основная фишка – это что он расплатформенный. То есть, у вас один кодбейс, и вы его можете скомпилить в PVA, в какое-то SSR-приложение, вплоть до Chrome Extension. Ну и под мобилку можно тоже скомпилить. И Vue.js – это не фреймворк, это админочка. Что значит админочка? Значит, что вы ее берете, и у вас все сразу работает. То есть, если вам нужно, чтобы все сразу запустилось, и вы там кусочки отрубили, и то, что не надо, убрали, где-то подкрутили, вот тогда, наверное, лучше админку взять. Ну и вне зависимости от того, какой вариант из трех вы выберете, это все равно лучше, чем делать самостоятельно. На этом все по зависимости. Мы поговорим о работе с данными. И какие проблемы мы затронем? Первая проблема – магия. Это когда вы меняете что-то в одном месте, а меняется у вас неожиданно что-то в другом. То есть, у вас нет контроля. Это плохо. И сложно разносить. Это когда вы сделали какую-то кучу компонентов, и потом вам пришла задача, что нужно какой-то кусок функционала перенести в другой проект. И вы обнаруживаете, что у вас все данные связаны. И перенести нетривиально. И оно все падает, и тоже нехорошо. Я поговорю о работе с данными в контексте Vue.js. У нас есть несколько механизмов. Это props и emit, yes-модули, inject-provide, и Vue.x – это fax, только под Vue. Самый первый простой вариант – это props и emit. Что здесь происходит? У родителя… Родитель имеет возможность шарить state в ребенка. Ребенок, в свою очередь, может попросить родителя изменить его state. Но родитель может отказаться. Это очень небольшой по масштабу механизм, и, соответственно, он совсем не глобальный, и он особо… с ним тяжело закосячить. То есть самый идеальный вариант, если у вас получается вот этот механизм. Если не получается… Да, плюсы нативные и просто, минусы, что неудобно для большой вложенности. Иногда. Когда удобно? Удобно, если структура данных ложится на компоненты. Если она не ложится на компоненты, то может не получиться. Если не получается, есть ES-модуль. Что это такое? Это простой JS-файлик, который мы импортируем в компоненты. Соответственно, любая вложенность, опять-таки, нативно просто, потому что простая JS-ка, никаких библиотек не требуется, масштабируется плохо, потому что если у вас один такой компонент, ну, один ES-модуль или там пять ES-модулей, это еще куда ни шло. Если у вас их 20-30 по системе, и они еще, не дай боже, друг друга модифицируют, то все становится плохо, и происходит магия. Мы не хотим магии. Это подходит для ранней разработки, то есть вы можете ES-модулем реализовать прототип. Например, вы еще не знаете, куда вы хотите ложить эти данные, не знаете, и вы сделаете ES-модулем, и потом, когда вы узнаете, вы просто убираете ES-модуль и делаете какой-то более взрослый патт. То есть очень безболезненный рефакторинг. Более какой-то уже серьезный механизм – это inject-provide. Бэкэндеры, наверное, будут знать, что такое dependency injection и AOC-контейнер. И вот это, наверное, реализация под Vue.js. То есть в родителе у нас лежит контейнер, и ребенок имеет возможность сказать там родитель, дай мне, допустим, user authentication interface. И родитель дает инстант ребенку объекта. У нас это дает любую вложенность вниз. Из минусов, что довольно много писать. То есть я код приводить не буду, но писать много. Это хорошо подходит для сервисов. То есть авторизация, API, вы повесили где-то сверху, и оно на всю страницу выдало этот сервис. Четвертый вариант – это Vuex. Ну, про флакс, опять-таки, наверное, все знают. Есть компонент. Компонент dörgает action, action модифицирует state, и state уже как-то подтягивается в компонент. Все довольно тривиально. Я немножко недолюбливаю Vuex, так что у него будут только минусы. Минус первый. Нелаконично. Много писать сложно. То есть тяжело ввести разработчика. Нормализует объекты. Вот это довольно печальное явление. То есть вы хотите использовать класс, и вы напаковали логикой класс, и вы его не можете использовать, потому что если вы передадите его Vuex, он его нормализует. И у вас отвалились геттеры, у вас отвалилась логика, и вы вообще не знаете, чего это инстант. Проблемы с модульностью. То есть есть какие-то модули, конечно, в Vuex, но это по факту глобальный стор. И слабая поддержка IDE. И приведу пример, почему он меня повергает в грусть немножко. Вот это вот действие будет вызываться в каком-то очень маленьком компоненте. То есть это может компонент, который будет модифицировать вот это вот одно value. Какой-то select, допустим. И чтобы этот select функционировал, нам нужно еще передать ему две верхние сущности, которые отвечают как бы его уровню вложенности в сторе. И по факту компонент начинает знать о двух своих родителях. И это делает его очень нереализабельным. И я не знаю, как это решить. То есть если у вас есть идеи, можно потом поговорить после обсуждения. и соответственно по этим методам самый оптимальный props emit, потом ES-модули, потом inject provide и потом vux. На этом все по данным. Поговорим о API. Есть строгое разделение API на веселое и скучное. Про скучное говорить долго не буду. Ну, то есть это когда все у вас хорошо и, ну, все хорошо. Поговорю про веселое. Веселое API – это когда вы видите ошибки со статусом 200, false string, приходят ненужные данные, формат сохраняемых данных отличается от формата получаемых и подобные вещи. И несколько примеров из жизни. Вот здесь нам пришло, например, какая-то дата очень странная. И такое происходит, не парится с презентацией данных. То есть что из базы пришло, то он нам выкинул и пойдет. Вот здесь вот, например, legacy проект. Когда-то backend хендлил в юхе и выводил вот эту вот вещь сам, а теперь это им занимается frontend. Но вот они не сконвертировали. Как это решить? Как бы идеальный вариант – это поругаться с бэкендерами. Но по ряду причин это может не получиться. Если у вас это получилось, это идеально. И второй вариант – это отгораживаться. И с этим лучше не затягивать. То есть чем раньше вы начнете отгораживаться от backend, тем лучше у вас будет результат. Что я понимаю под отгораживанием? Это когда вы храните структуру данных, идеальную с вашей точки зрения на frontend, а на backend там происходит пусть что хотят. Неважно. Единственное, при отгораживании стоит знать меру и, например, неймить сущности желательно строго по backend, иначе вы можете очень далеко уйти от домена и какой-то логики, которая на backend происходит, и вам придется просто все эти кейсы хендлить самостоятельно. Это не нужно. Несколько методов отгораживания по эффективности. Классы, мапперы, репозитории и тест API. И начнем с классов. То есть классы выглядят, наверное, знакомо. Декларируем свойства, вызываем, получаем типизирован объект. Можно сделать в TypeScript, тогда получается меньше кода, и доежка начинает по рукам бить всякие приятности. И классы нам дают декларацию структуры данных, поддержку IDE, и позволяют привязывать логику к данным. То есть вы можете какие-то методы привязывать прямо в классы. Это хорошо. Второй механизм – это мапперы. Мапперы делают следующее. С backend приходят данные, JSON-чик, и они делают так, что эти данные становятся либо классом, либо агрегатом, который вы уже можете потреблять объектно через компоненты. Ну и маппер – это, по сути, хелпер по преобразованию данных. То есть вы их можете реализовывать либо через чистые функции, либо вы можете их реализовывать статическими классами. И если у вас жирные мапперы, их желательно покрывать юнитестами, потому что какие-нибудь пять строчек, вы можете еще сообразить, как это работает. Если строчек становится 20-30 полей, например, в объекте, это становится уже проблемно. Следующий механизм – репозитории. То есть репозитория – это, наверное, самое простое с точки зрения фронт-энда представление работы с API. Мы говорим о репозитории компании, создай компанию, и передаем ему компанию, и он создает компанию. И нас не парит, как он ее создает. Оно где-то скрыто внутри. И по факту репозитории позволяют разделить логику на два куска. То есть один кусок – это работа с API, и второй кусок – работа с фронт-эндом. И между ними вот эта узенькая штучка, которая является репозиторием. Ну и, соответственно, URL вы использовать не будете, вы будете использовать просто репозиторий. Уже, если у вас есть три предыдущие механизма, вы можете дополнительно пойти дальше, пойти на сторону бэкэнда и начать воевать на их земле. Вы можете начать писать тесты API, то есть покрывать фактически своей вот этой вот огородой их функционал. Ну для этого нужен определенный героизм, конечно. В данном случае что мы делаем? Поскольку у нас есть метод создания, метод получения в репозитории, мы просто создаем свежий инстант компании, затем мы создаем на бэкэнде, подгружаем с бэкэнда и проверяем, что у нас поле сохранилось. Это довольно удобно реализовать через снапшоты, если вы реализуете какие-то автоматизированные тесты. По итогу у нас нет загрязнения структуры бэкэнда. Мы получаем простую отладку, потому что часто, если баг бэкэнда, он падает либо в маппере, либо в репозитории. И мы очень легко его можем отводить. Нам легко вносить изменения, потому что у нас типизированный класс, и все поля продекларированы. И не нужно помнить структуру данных. Следующий вопрос – это тесты. Какие с тестами проблемы? То есть, во-первых, довольно неизвестная тема, то есть как тестировать компоненты. И второй вопрос – трудно поддерживать. То есть у нас почему-то дорогие тесты, и они особо не работают. Они не делают то, что мы хотим. У нас падает код, а тесты не спасают. И я разберу несколько групп тестирования. Это юнит-тесты, е-ту-е-тесты и демки. Юнит-тесты, ну, наверное, вам знакомы. Один из представителей – жест, второй – моча. Ими легко тестировать изолированную логику, они дешевые и легко начать. И что с ним плохо, что ими нельзя тестировать компоненты. Ну, или очень неудобно, очень дорого. Второе решение – это е-ту-е-тесты. Представители Cypress и Selenium ими хорошо тестировать длинную логику, ими, опять-таки, нехорошо тестировать компоненты, и они дорогие и сложны в освоении. Е-ту-е-тесты вы обычно покрываете несколько каких-то бизнес-сценариев достаточно длинных. У вас их немного в системе отличает юнит-тестов. И третий механизм – это демки. И вот про демки я бы хотел немножко заострить ваше внимание, потому что, на мой взгляд, это самый интересный вариант. У нас есть несколько решений. Storybook. Storybook, он скорее занимается небольшим количеством компонентов, то есть предполагается, что у вас, ну, пускай там 100 демок, может быть, он на это число ориентирован, больше уже будет плоховато. Ну, это официальная библиотека, есть под буквально все, наверное, Angular, React, Vue, где угодно. И есть еще моя библиотечка – Vuebook. Она под Vue, несложно догадаться. И она занимается следующим. Она рисует древовидную структуру ваших демок и добавляет к ней различий функционал, вроде поиска. И как будет выглядеть TDD через демо? Вы будете создавать демо-файл. Допустим, в данном случае мы тестируем иконку, и мы создадим файл comicon.demo.view и создадим потом файл компонента и подключим файл иконки, то есть компонент иконки в демо-файл иконки и воспроизведем нужный нам кейс. В данном случае мы пытаемся сделать так, чтобы иконка показала жучка. Если она не показывает жучка, значит мы не сделали компонент. Если она показывает, значит все шикарно. Что по демо? Ими удобно тестировать компоненты, в отличие от двух других. Это, наверное, самый дешевый вариант тестирования компонентов. Они дешевые, легко начать. То есть самый джун может использовать демки. Нет проблем. Плохо с ними то, что они не автоматизируются. Какие у вас могут возникнуть вопросы к демкам? Первый вопрос это, почему бы не тестировать в самом приложении? То есть зачем нам вообще демки? У нас есть прилага, мы ее открыли, мы воспроизвели кейс. И в чем проблема с этим? То есть проблемы нет, если у вас в приложении 10-20 компонентов. Если у вас компонентов больше, воспроизведение кейса начинает занимать довольно много времени, как ни странно. И немножко заколебывать. Особенно если бэкэнд, допустим, меняется, вам нужно протестировать 10 кейсов. Вы их протестировали, обновился бэкэнд, и вам нужно опять-таки воспроизводить эти 10 кейсов. Что довольно грустно. Второй вопрос. Демо только для разработчиков или их можно применять где-то еще? На самом деле их можно много где применять. И в первую очередь это интересно, наверное, заказчику. То есть заказчик может открыть ваши демки, он может видеть partial progress, вам не нужно заканчивать итерацию, он может в середине итерации глянуть, чем вы занимаетесь, и сказать, ребята, например, это нам не нужно. То есть UI не работает, фича какая-то корявая, нужно либо переделать, либо вообще закрыть. И это сильно экономит ресурсы, потому что вы можете сэкономить дни команде за счет просто вот этого маленького элементика. И вторая сторона заинтересованная, это тестировщики. То есть если у вас нет демок, как тестировщик, например, может проверить работу над компонентом? То есть у вас есть и шуя, вы сделали компонент, как ему проверить? Лазить по системе, искать ваш компонент, и потом тестировать его именно в том месте, где он используется? Ну, проблемно. С демками такой проблемы нет. То есть вы представляете тестировщику механизм для тестирования компонентов. Ну и я бы рекомендовал начинать с дем, соответственно, при тестировании компонентов, потом уже юнит-тесты, е-то-е-тесты использовать по необходимости. Ну и маленький последний вопрос, это стили. Здесь мы адресуем следующие проблемы. Неудобно оверрайдить, то есть вы как-то реализовали стили, что вы подключаете, например, в другую библиотеку, и их тяжело поменять. Не видна структура, то есть, опять-таки, вы пытаетесь зайти в HTML, понять, где какой компонент, у вас это не получается, и у вас возникают конфликты. Опять-таки, то есть есть одно приложение, есть библиотека, вы пытаетесь использовать компонент в приложении, начинаются какие-то проблемы с фреймворками, один стиль переписывает, другой и так далее. Приведу несколько решений вот этих проблем. Первый вариант – это scoped, второй вариант – это bim. И разберем небольшой пример. Это версточки к карту. У карты есть title, у нее есть иконочка и контента немножко. Scoped – это компилируемый формат, то есть вы пишете в одном формате, получается оно в итоге в другом формате. До компиляции ваши стили будут выглядеть как-то так. После компиляции к ним приклеится хэш. Та же ситуация произойдет с темплейтом. До компиляции у вас просто класс, после компиляции ко всем дом-элементам приклеивается хэш. Это позволяет стили сделать scoped, то есть они отрабатывают только в контексте компонента, не отрабатывают более нигде. и стили, например, для нашей карты будут выглядеть как-то так. Следующий механизм – это bim. Что значит bim? Вкратце. У нас есть карта, это блок. То есть мы здесь используем конвенцию, что компонент соответствует блоку в bim. Ну и, соответственно, элемент – это будет какая-то header, например, modifier, в данном случае active. Стиль будет выглядеть как-то так. И немного внимания на эту часть. Что здесь интересного? Мы здесь используем два элемента одного блока. То есть это не каноничный bim, вы можете мне сказать, но поскольку мы работаем в контексте компонента и бывают такие ситуации, когда верстка достаточно сложная, иногда вот это гораздо удобнее, чем делать еще один компонент. И сравним два варианта. В bim у нас видна структура из верстки, все продекларируем. То есть любой человек, который смотрит верстку, он понимает, где у вас компонент, активный или неактивный, где у него header и так далее. И у вас мизерный шанс конфликта. За свою практику я ни разу не сталкивался с тем, чтобы что-то законфликтовало в bim. Хотя я сталкивался с тем, чтобы что-то законфликтовало при скоподах. У скоподов основное преимущество то, что это лаконично. Меньше всего писать. И на этом заканчиваем по стилям. Подведу итоги. Что получилось? У нас получилось красть фреймворки библиотеки, работать с данными без глобального хранилища. отгораживаться от API, тестировать компоненты демами и использовать bim в стилях. Надеюсь, что вам поможет то, что я рассказал. Пожалуйста, вопросы. Давайте сначала поблагодарим Женю. Теперь у нас есть время для вопросов. Перед вопросами хочу сказать, что мы решили перенести немного фото коллективное, так как потом у нас по программе обед. Мы как раз очень грамотно проверим, кто с обеда у нас вернулся. Так что не расходите сразу после доклада. Будет коллективное фото, а потом будет время для обеда. Ну а сейчас вопросы к Жене. Спасибо за доклад. Одна из частей была по поводу мапперов, где мы на фронтенде перемапливаем то, что приходит с бэкэнда. И тезис был в том, что если бэкэнда начал возвращаться неправильная структура, мы падаем. Иногда, да, падаем. Лучше ли было бы сделать, или бы примерно этим занимается, что-то наподобие, там, не знаю, валидации того, что возвращает бэкэнд. Успользуются ли у вас типы? Может, стоит и с типами это объединить, и сделать что-нибудь наподобие, тайпинг контрактов, текомба, IOTS и прочего. Где есть структура, которая занимается и валидацией, и структурой мы получаем типы для того, что пришло с бэкэнда? Ну, не сильно, незнакомые слова мне. Но, по сути, мы делали иногда и валидацию с бэкэнда, когда мы ждали, допустим, что какие-то данные придут некорректные, но мы, допустим, не получали их конкретно. То есть мы, например, ждали, что, ну, условно, нам приходят какие-то два списка, и нам нужно соответствие одного списка с другим, да? И как мы, естественно, давали какую-то проверочку небольшую, чтобы если такое падение случилось, у нас вылетает ошибочка, и говорится там, допустим, какой-то у девайса должен быть девайс модул, а он не пришел. Вот. Ну, наверное, вот этим все и ограничивалось. Спасибо за доклад. Здравствуйте. Хотел бы еще одну ремарочку сделать вот к предыдущему вопросу. Вот. Да, это, наверное, здорово, классно все проверять, но кажется, что в реальности так не работает, потому что, ну, люди разные, никто не хочет ничего делать обычно. Вот. Точнее делать по минимуму. Вот. Поэтому, да. Вопрос такой. Вот. Вы упомянули, что в скопе, ну, в скопе подходят, да? Встречали какие-то конфликты. Можно пояснить, что в данном случае конфликт? Ну, именно потому что, ну, опять же, у нас есть какие-то хэши, у нас все это должно быть здорово. И, ну, собственно, какой. Вот. Достаточно просто. Ну, в Beme вы используете такой обычно очень специфичный селектор с префиксом. Ну, и шанс, что какая-то сторонняя библиотека его вероятнет, ну, почти никакой. В скопе вы используете, может быть, какие-то общие слова. То есть вы можете использовать, например, контейнер. А контейнер, например, зарезервирован в фреймворке. И на нем еще, мало того, висит импортант. Вот. Ну, и у вас проблема. То есть как… Ну, такое. То есть… То есть если использовать вот эти коротенькие удобные слова, то есть скоп, это он все-таки про лаконичность. То есть вы используете короткие слова, часто употребимые. И есть шанс, что в двух местах оно у вас повторится. Вполне реально. Я так понимаю, с вопросами все. Женя еще будет, само собой, находиться в зале. Ему можно все задать. Вопросы лично. А, еще да. Пару контактиков, если у кого-то будут вопросы или кто-то с чем-то не согласен. Пожалуйста. Окей, спасибо, Женя. Давайте еще раз поблагодарим Женю. Сейчас, как я уже говорил, мы соберемся все дружно на…